Сегодня прошла встреча предпринимателей, производящих реализацию мясной продукции на рынках города. Они обратились в партию «Единая Россия» с просьбой разъяснить ситуацию, которая на сегодняшний день происходит в городе. Сегодня штаб «Единая Россия» пригласил администрацию города, санитарные, ветеринарные врачи, и мы сегодня провели встречу с предпринимателями. В основном вопросы непонимания людей и вообще инициирования этой встречи произошло от того, что плохая информированность предпринимателей о ситуации, сложившейся вокруг ЧАЭС с африканской чумой. К чему мы пришли? Во всяком случае, пришли к взаимному пониманию о том, что да, ситуация такая есть, да, ограничена продажа, да, необходимо подождать или на какой-то определенный период времени и изменить профиль своей работы, заняться реализацией других продуктов или питания, или любых других продуктов потребления. Вопросы, которые звучали, почему отсутствует, запрещена реализация на рынках, а разрешена в магазинах. И я, и ветеринары пояснили эту ситуацию согласно тех нормативных актов, которые существуют на сегодняшний день и которые мы используем в своей работе, в чем существенная разница. Это один был вопрос, и вопрос, который всех особо интересовал, когда же прекратиться. Точно так же были проинформированы все о сроках, от какого момента идет отчет и до какого момента. Ну и затем перешли ко всем тем бытовым вопросам, которые волнуют керчан. Это и электричество, и крыши опять вернулись к простому сходу граждан. Сергей Николаевич, вопрос, по какое число? То есть сколько предпринимателей будут еще терпеть неудобства? Число оно не зафиксировано. Согласно санитарных норм, это 30 суток после последнего падежа свинины, у которой определен именно вирус. Продолжение следует... Продолжение следует...